Здравствуйте! В эфире информационная программа «Будни». О событиях этого дня расскажут вам мои коллеги, корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгения Ежутова. А сейчас коротко о главных темах выпуска. Целый день без воды. Авария в районе Зелёного Клина. Время идёт на часы. В регионе завершается голосование за общественную территорию для благоустройства. Медицина развивается семимильными шагами. В Бийск приехали врачи для обмена опытом. Итак, мы начинаем. Сегодня без холодной и горячей воды остались жители Зелёного Клина. Горячая отсутствует из-за гидроиспытаний, а холодная – из-за порыва на сетях водоканала. Желательно, чтобы людей информировали об этом. И предупреждали, как информацию давали. Насколько воду отключили, когда вода появится. У многих же маленькие дети, грудные дети. Поэтому надо информировать население, прежде чем какие-то работы вести. Сегодня утром на перекрёстке улиц Стахановская и Советская начала скапливаться большая лужа. На месте работала бригада водоканала. Несколько часов ушло у коммунальщиков на откачку воды и поиски места порыва. В открытом колодце, где хлещет вода, проходят основные линии водоснабжения. Именно на одну из них и вышла неполадка. К обеду лужу удалось откачать. По данным, на 17 часов проблема не устранена. В районе организован подвоз питьевой воды. Вследствие аварии без воды остались дома частного сектора. В границах от переулка Кожевина до улицы Стахановской. Также 75 многоквартирных домов, 3 детских сада, гимназия номер 1, школа номер 17, отделение поликлиники. Причина инцидента в настоящее время устанавливается. Работает техника по откачке воды. Задействовано 7 единиц техники. Всего на устранение аварии работает 17 человек. Крупный пожар произошел в Бийске вчера вечером. Горели склады Почты России. Предварительно установлено, что причиной мог стать удар молнии. Пожар начался около 7 вечера. Очевидцы сообщили о большом столбе дыма в районе вокзала. Позже стало известно, что в огне склад. Сотрудники незамедлительно эвакуировались и вызвали пожарных. Горела кровля здания. На площади около 150 квадратных метров. В ликвидации было задействовано 22 человек и 5 единиц техники. Точную причину пожара предстоит выяснить экспертам. Однако не исключается природный фактор. Примерно в то же время, что и пожар, в городе началась гроза. В Почте России прокомментировали произошедшее. Оценить ущерб мы сможем позднее, когда пожарные разрешат пройти на территорию возгорания. Стали известны сроки восстановления асфальта на скандально известном перекрестке Социалистическое Чайковского. Через две недели, к 16 июня, будет полностью восстановлен асфальт силами администрации Бийска. Соседний же перекресток Чайковского-Ленинградская, который неделю назад также раскопали сотрудники СГК, наконец, открыт для движения. Под улицей Чайковского проходит тепловая магистраль. Ее проложили больше 30 лет назад. Сейчас, а вернее в последние несколько лет, энергетики заняты заменой. В 2022 году работали на пересечении Социалистической. В этом году раскопали соседнюю Ленинградскую. Обновленный участок теплосети обеспечит бесперебойной подачей тепла и горячей воды больше 60 тысяч человек. Мы возмущаемся как? В том году улицу сделали, такую красоту нам навели. Тоже сколько лет дороги не было. А теперь опять все сломали, переход весь сломан. Сейчас землей засыпят, как на соцкой. Будем улыбаться. Движение здесь было закрыто 22 мая. В этот день рабочие вскрыли дорожное полотно и начали демонтаж труб большого диаметра. Напомним, тогда же произошел локальный дорожный коллапс. Из-за отсутствия предупреждающих и ограничивающих знаков непосредственно на улице Ленинградская поток транспорта шел через прилегающие дворы. Обратную засыпку грунта сотрудники энергокомпании провели спустя 8 дней с начала работ. Сейчас перекресток Чайковского-Ленинградская открыт для всех видов транспорта. Однако о восстановлении дороги в исходном состоянии речи пока нет. Ордер на дорожные работы конкретно на этом участке у тепловиков открыт до 30 июля. Судя по всему, дорогу и тротуары к нормативному состоянию должны будут вернуть в эти сроки. Сейчас про Чайковского. Они там и до 30-го должны все закончить полностью. А я вот переживаю просто, не получилось бы с этой улицей, так же как и социалистической Чайковского, чтобы потом они раз сделали, два сделали как попало, а потом город, мать, ремонтируйте. Ну вот именно по этому участку сейчас ведутся переговоры, потому что там есть гарантийные обязательства. В течение года они обязаны привести его в нормативное состояние. Напомним, улицы Ленинградской и Чайковского были капитально отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Меньше трех лет назад. Жители Треста очень верят, что обещание о ремонте перекрестков будет сдержано. И не придется ждать, как говорят в народе, три года. Евгения Ижутова, Будни. Конференция по обмену опытом для врачей из Бийской Белокурихи прошла в фармацевтической компании «Эвалар». Неврологи, гинекологи, инфекционисты смогли онлайн и оффлайн пообщаться с коллегами федерального уровня. Как это было, узнаете из нашего репортажа. С точки зрения самой престижности компании «Эвалар» по всей стране инициирует мероприятия для практикующих врачей. Это хорошая возможность познакомиться с новыми научными данными, новыми клиническими практиками, а также расширить зону взаимодействия с ведущими представителями науки. Сегодня медицина развивается семимильными шагами. Каждый день мы узнаем о новых технологиях, о новых достижениях, о новых возможностях лечения, профилактики и реабилитации. И, конечно же, современный врач должен иметь доступ к этой информации. К сожалению, в силу разных причин врачи, которые работают вдалеке от крупных научных центров, крупных городов, не всегда могут своевременно получать эту информацию. И вот в связи с этим роль таких конференций бесценна. Они приближают медицинские знания специалистам, а, соответственно, приближают современные достижения медицины к пациентам. В последние годы компания «Эволар» все более активно взаимодействует с врачебным сообществом, что во многом связано с активным ростом лекарственного портфеля компании, доля которого превысила 20% в общем обороте «Эволар». Вектор развития «Эволар» взят именно лекарственное направление, хотя мы и остаемся лидером рынка БАД среди российских и иностранных производителей. На лекции затронули наиболее актуальные и острые вопросы из практики специалистов. Это стресс и бессонница, проблемы терапии урологических инфекций, а также поддержки женского здоровья. На сегодняшний день именно отечественный производитель несет основной груз ответственности за обеспечение населения качественными и доступными препаратами, за поддержку качества жизни и здоровья населения. Кроме лекций и онлайн-заимодействия с коллегами, участники конференции побывали на производстве «Эволар», где воочию увидели весь цикл изготовления продукции, соответствующей международным стандартам качества GMP. Для представителя медицинского сообщества подобные встречи актуальны и важны. Такие мероприятия крайне необходимы, потому что в ритме современной жизни и в таком потоке информации очень важно получать знания именно из первоисточника, от производителя. Сейчас это прямо свежий глоток воздуха, когда мы собираемся, переговариваем, что, где, как, какие новинки у кого, какие препараты. Вот, допустим, «Эволар» очень много сейчас выпускает лекарств, не только биодобавки, но и лекарственные средства. Причем очень хороший состав. Мы широко пользуемся. В этом году компания «Эволар» запланировала на несколько таких мероприятий. Поучаствовать в них, обменяться опытом, узнать о новых возможностях профилактики и лечения смогут более тысячи врачей разных специальностей. Юлия Цапко, Сергей Кулыгин. Будни. Сегодня неработающими в Бийске остаются два фонтана. На бульваре Вали Максимовой и в парке Прибрежный. В редакцию Бийского телевидения обратились обеспокоенные жители. Попросили проверить информацию о том, что из неработающих фонтанов могут сделать клумбы. Управление ЖКХ нашим журналистам пояснили, что фонтаны останутся фонтанами. Оба сооружения нуждались в технической проверке. Именно поэтому с их запуском вышла задержка. Оба фонтана еще на гарантии. Тот, который находится недалеко от педуниверситета, имеет проблемы с водоснабжением и водоотведением. Кроме технических видны и эстетические изъяны. Обвалилась плитка, необходима чистка. После того, как в мэрии получат заключение на ремонт фонтана, подготовят контракт на запуск и обслуживание. Полюбоваться этим водопадом выйдет не раньше июля. А вот фонтан в парке Прибрежный на зеленом клине готов к работе. Завтра в День детей его запустят. Отметим, комплекс состоит из двух частей – пешеходной и четырехлистника. Каждая оборудована разными видами насосной системы и запрограммирована на 20 разных режимов выброса струи. Сегодня подходит к концу голосование за благоустройство общественной территории. Больше 15 тысяч бейчан подключились к национальному проекту «Жилье и городская среда» и выбрали зеленую зону, сквер и бульвар. Так, по мнению жителей, больше всего в обновлении нуждаются Парк Победы. Второе место у сквера «Молодежный». Замыкает тройку лидеров площадь Владимира Ленина. С большим отставанием следуют скверы по улице Радищева и Мерлина. Добавим национальному проекту 5 лет. И за это время реанимировали и благоустроили в крае больше 200 общественных территорий. И к другим темам. В духе времени сегодня вновь приобретает актуальность музей военной истории. Один из таких с большим количеством экспонатов находится в кадетской школе. Фронтовые письма, которые отправляли жители нашего города на фронт. Кроме оружия и боеприпасов в этом музее все подлинное. Несколько стендов посвящено событиям и героям Великой Отечественной войны, а также бейчанам, именами которых названы улицы города. У меня в руках находится письмо Александра Васильевича Спекова, который жил в городе Бийске. В честь него названа улица. Всего в Бийске есть лишь несколько школ, в которых собирают военные истории, подвиги солдат. Музей в кадетской школе – один из лучших. Ребята постарше проводят экскурсии не только для учащихся младших классов, но и приглашают ознакомиться с экспозициями учеников из других школ. Здесь подлинные документы, касающиеся родственников наших кадет, которые принимали участие в боевых действиях. И это грамоты, которые они получали, государственные награды, письма с фронта, извещения о смерти. Ну и то, что передали нам родственники. В школьном музее каждый стенд как шаг в другое время. Это живая память и напоминание о том, какой ценой досталась победа в тех страшных военных действиях. Олеся Бедарева, Елена Мельникова, Евгений Казанцев. Будни. Цветок поддержки. Алтайский край и, в частности, город Бийск впервые присоединились ко всероссийской акции «Красная гвоздика». Основная цель мероприятия – распространение значков за пожертвования. Вырученные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных войн и специальной военной операции. Мы решили поучаствовать, наш отряд, союз поколений, решил поучаствовать в этой акции «Красная гвоздик». Мы помним своих героев. Они были и есть. В каждой семье они есть. Но это, во-первых. Во-вторых, девиз сейчас нашей акции какой? Мы помним, мы помогаем. Вот мы под этим девизом и принимаем участие в этой акции. Эта всероссийская акция проходит на протяжении восьми лет. Вместе с Алтайским краем участие в ней принимают 76 регионов. Бийску было выделено ровно 200 значков с красной гвоздикой. Этот цветок считается символом мужества. Помочь участникам войн, внастья благотворительное пожертвование, активно откликнулись серебряные волонтеры Бийска. Главными активистами акции стали участники проекта «Жить активно, мыслить позитивно. Трикл». Основной партнер нашей акции и нашего проекта это комплексный центр города Бийска. Была назначена дата, время, люди к этому времени собрались. Мы вот организовали такой импровизированный стол. Вот у нас такие жилеты памятные. И поэтому внести взнос, положить деньги в коробочку и, соответственно, взять значок и носить его, ну, как пожелаете. По-моему, он очень красивый и на любом наряде будет уместен. А теперь пришло время рассказать о погоде. 1 июня в Бийске будет малооблачно, ветер слабый. Преимущественно восточного направления. Атмосферное давление высокое, влажность воздуха комфортная. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 22. На сегодня это все новости. Такой была информационная картина дня глазами наших корреспондентов. Если и вы хотите поделиться чем-то важным с нами, то звоните в редакцию по номеру 313507 или пишите нам в социальных сетях. Я прощаюсь с вами, желая вам сохранить бодрость духа, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok